Ребята, всем привет и доброго времени! Это печка Б3 Пассата. И я приступаю к ремонту своей печки. А именно, сейчас буду ее колоть, разбирать, проклеивать заслонки. Потому что здесь они все порассыпались. Кто-то их уже когда-то здесь пытался проклеить. И смотрите, еще такая картина. Видите? Сквозное ранение печки. Сквозное. Прям насквозь. На вылет. Вот. Видите? Дырка. Здесь кто-то когда-то, зачем-то спилил эту часть. Для чего, я не знаю. Вот так вот должна выглядеть заводская печка. Вот, видите? Все целенько. Ничего не отпилено. Ничего не спилено. А в моем случае, почему-то все отпилено. Поэтому я буду из двух печек собирать одну. Вот эту вот центральную часть я поставлю сюда. Потому что здесь все закрыто и будет работать четко и красиво. Но мы в дальнейшем посмотрим. Ну что, ребята, смотрите. Я уже отсоединил все тросики. Их здесь нету. Бух вместе с тросиками перекочевал на крышу к остальным запчастям. Теперь здесь остается проводка печки. И я отделяю ее вот здесь вот посередине. Эту часть я уберу. Она мне в принципе не нужна. Здесь одна заслонка. Вот. Ну посмотрю. Может быть ее тоже разберу. Сейчас вот разделю и посмотрю что с ней внутри. Ну я думаю, что эта заслонка будет нормальная. Ну что, ребята. Вот видите, я ее разделил. и вот видите, что происходит внутри. Это вот эта часть, которая с мотором. Которая перекрывает просто проход воздуха. Ну, когда мотор выключен, а воздух идет. Вот такие вот дела. Вот видите. Поэтому эту часть тоже буду колоть и тоже буду проклеивать вот эту заслонку. Ничего от нее здесь не осталось. Вот. Затем смотрите. Вот эта часть. заслонка. Горячий холодный воздух. Что от нее здесь осталось? Да ничего здесь от нее не осталось. Что она здесь перекрывала? Вот так вот у нас шел холодный воздух. А вот так вот у нас должен был идти горячий воздух. Но соответственно что? Что? Вот весь холодный воздух шел вот через эти дыры туда, куда поступал и горячий воздух. Поэтому смесь смешивалась и нормального горячего воздуха не было. Поэтому вот эту часть я буду снимать, точнее оставлять. А сюда поставлю вот тут часть. Сейчас разбираю вторую и компоную из двух одну. Ребята, будете разбирать печку, будьте аккуратны. вот эти вот части они все хрупкие, снимаются очень аккуратненько. Вот так вот вы подковыриваете плоской отверткой, ее даже вот так вот вставляете и просто пытаетесь провернуть ее. Она улетела. Но второй рукой надо держать. Вы видите, как они отлетают. Они сидят здесь очень и очень хорошо. И вот так вот поступаете со всеми, где можете подлезть. Вот где не можете подлезть, вот так вот отвертку сюда берете вот так и поддеваете. Вот так вот аккуратненько. Ну, одной рукой сложно все это делать, поэтому я сейчас выключусь. После того, как вы сняли все эти крепления тросиков и они у вас начали вот так вот болтаться, нужно их тоже аккуратно снять, потому что они тоже к себе требуют так сказать аккуратного подхода. Вставляете вот так отверточку и тоже ее пытаетесь проворачивать. Вот. И вот так вот он слазит. Здесь вот такое вот крепление с разрезиком, оно чуть расширенное и не дает как бы тросику слазить. Поэтому вот так вот аккуратненько прокручиваете и снимаете. Ну что, ребята, вот она вторая печка. Видите, здесь заслоночка собранная целая. Это единственный плюс. потому как здесь дыра проломанная, а здесь тоже все в хлам убитое. Вот так вот. Но вот в этом корпусе плюс, что здесь есть низ печки. Здесь его никто не вырезал, в отличие от того, который стоит у меня. Стоял, точнее, у меня. Вот он, видите, корпус. берем нижнюю сторону. Вот точно так, видите, стало все. Здесь дыра, здесь дыры нет. Вот такие вот дела интересные. Ну что, ребята, теперь я ее разделяю, эту печку и эту печку и из двух компоную одну. Приступаем к раскалыванию напополам. Начал разбирать печку и столкнулся с такой ужасной проблемой. Все это было собрано когда-то на заводе. Вот эти вот штучки, закорючки, они зашли, защелкнулись. А сейчас, пытаясь их вытащить, вот эти вот закорючки, штучки обламываются. Обламываются и ничего с этим не сделаешь. Потому что под вот этими штучками, закорючками есть палочка и она не дает им опускаться вниз. А как только начинаешь отсюда ее поддевать, вот этот пластик сразу, вот эта вот деталь сразу, буквально, моментально откалывается из-за того, что автомобиль старый, пластик уже сухой. Вот такие вот дела, ребята. ничего с этим, к сожалению, наверное, не сделаешь. Хотя можно попробовать греть феном. Вот, она даже не нажимается, потому что под ней там, блин, такая штучка, вот, не знаю, видно, не видно, упор, упор, который не дает ее нажать, чтобы вытащить и разделить напополам эту долбанную печку. Враги наши делают все против нас. Ничего страшного. вот такое дело у меня получилось, ребята. Не стал я беречь крепления, большая часть их сломалась, 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 целая, 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 сломалась, целая, сломалась. Я поддевал, которые оставались целые, те оставались целые, которые ломались, те ломались, я их не берег, не берег совершенно, потому что у меня есть более простые варианты как это все дело потом защелкнуть чтобы она была в собранном состоянии ну что вот одну мы разобрали теперь можно ее забирать домой на мойку эту печку на мойку и проклейку в тепле чтобы все хорошенечко взялось отмыл всю печку все заслоночки все лежит сохнет и будет проклеиваться и собираться а и заслонки подготовлены высохли теперь я их буду проклеивать вот такой вот штукенции вырезаю чтобы ее хватило и на эту сторону заслонки и на эту все это дело буду клеить моментом супер клеем оборачиваю заклеиваю когда высыхает обрезаю по нужной форме и все вот так все просто и легко ну что ребята вот так вот выглядит прощание с прищепками ну а если быть честным то проклейка заслонок печки на б-3 пассате я беру например вот такую вот не толстую тонкую фольгированную шумоизоляцию или подкладку простом хозмаге вот она температуру держит воздух держит вот ее хватает на очень длительное время вот так вот я проклеиваю вот таким вот супер клеем вот такого тюбика хватает с головой чтобы все это сделал проклеить чтобы она все хорошо держалась ну что ребята мы стали нам уже собираем печку пассатовскую все ведь он так заслонки проклеились у нас и и теперь все это дело будем собирать солян очень очень любит помогать мне в ремонте машин нету надо заслонку так ложить пошли вот так вот так давай другую вставляю до вставляю вот так тоже пойдем вот ничего страшного для пассата нормально будет вот так если правильно то вот так сынок вот таким вот образом вот смотрите ребята я обломал вот эти вот все крепления и она вот у меня в одном месте но ответе шевелится она до конца не сходятся чуть-чуть почуть делится в это место можно взять и вкрутить вот такой например саморез а еще лучше вот такую вот маленькую малышку зубочистку вот семечку и все будет прекрасно держаться вот прям вот в это крепление смотрите ребята как получилось вот саморезик один я вкрутил прям в крепление он с внутренней стороны вообще не вылез вот и вот второй саморезик тоже вкрутил он с внутренней стороны там еле-еле кончик вылез чувствуется чуть-чуть вот и все так можно сделать везде ну тут их немного на тут раз-два главное смотреть чтобы вы не вкрутили вот с этой стороны чтобы он не попал у вас в радиатор чтобы он не мешал его засовывать на высовывать и туда где заслонки например вот в этом месте заслонка нужно быть внимательным и продумывать те моменты куда вы их вкручиваете не так что абы как и абы куда ну что ребята ну вот такие вот дела теперь у меня заслон очки смотрите все проклеены смотрите как выглядит вот это вот основная заслонка горячо холодно теперь у меня будет все работать и все будет перекрывать как надо ну что а мы теперь соединяем две печки в одну мы у вас соединили две части печки теперь можно засову проклеивать радиатор и засовывать его сюда ну что ребята вот эту вот сторону вот они на прилегание я проклеил вот такой вот штукой но она тоненькая вот в эту сторону она не подходит из-за своей толщины потому что она вровень получается я взял вот такую вот штуку но что смог найти но мне кажется она слишком толстая и вот в этих местах пришлось подрезать короче не знаю как получится но когда ее прижимаешь вроде получается неплохо поэтому посмотрим но мне бы больше конечно понравилось был такая вот штука не знаю может быть где-нибудь еще по пути найду такой уплотнитель и если что переклею ну пока остается так вроде бы все собрано теперь отправляюсь в гараж ставить все это дело на машину ну что ребята продолжаем сборку навесных деталей на печке устанавливаем резистор скоростей печки прокидываем проводку прицепляем назад тросики в общем собираемся на ребята знаете какую ошибку я совершил я не запомнил откуда я цеплял какой тросик управления печкой ну не проблема разобраться можно потому что мы знаем заслонка горячий холодный воздух заслонка вниз заслонка вверх и заслонка вперед поэтому здесь всего по чуть-чуть так что не отчаиваемся проверяем и подсоединяем чтобы все работало четко ну что ребята смотрите у меня одно крепление на бупе было обломано и я вот так вот хомутиком его притянул к другому тросику и вот от этого крепления ну вроде бы все держится не отламывается плюс здесь еще стяжечку поставил вот заслонки теперь начали полностью работать то они у меня не открывались не закрывались до конца теперь работают как надо прокрутил проверил все нормально посмотрите печка готова печка укомплектована и готова к установке на свое законное место теперь я отправляюсь в салон там все подготавливаю и запихиваю ее на ее место ну что ребята смотрите я тут все пропылесосил не стал я тут ничего клеить подклеивать подготовил место под установку печки сейчас берем печку и устанавливаем ее на ее законное место ну что пол торпеды собрана еще осталась водительская сторона самая сложная с центральной консолью ну как относительно сложно но собирается все очень быстро просто просто я тут протираю там изолентой провода перематываю там прокладываю по новому лампочки меняю саморезы правильные вкручиваю в правильные места после прежнего владельца точнее после прежнего ремонта ну что ребята получился вот такой вот небольшой ремонт печки больше о нем рассказать как бы мне нечего так что всем добра всем пока и удачи